Всем привет! Сегодня 6 сентября, сегодня 2 года, как нет мамы, и мы едем снова на кладбище. Везу цветы, букет. Маме всегда носила цветы, когда она с нами жила. Уже я наплакалась, хоть таблеток успокаивающих напила. Казалось бы, ну уже вроде бы привык к этому ко всему, но все равно. Я тонко слез, как, когда маму вспоминаю, плачу часто. Вспоминаю, как я ее обижала, особенно в последнее время. Как обижала мы с ней. Но я хотела, чтобы она долго жила, там ее заставляла лечиться. Какие-то детские обиды вспоминались, но если подумать, у мамы еще больше может быть обидно меня. В общем, все прошло. Теперь мамы нет. Вчера у меня были покупатели. Мама и дочка. Ну, наверное, моего возраста. Чуть помладшая дочь, наверное, беременная. Помладшая, естественно. И они так друг с другом и шутили, и с иронией, и с сарказмом. И что-то спорили. И я так на них посмотрела, говорю, вы счастливые люди. Они, может быть, не поняли, что я имела в виду. Ну, я все на себя переносила, потому что перенесла это все. Потому что у меня было с кем поговорить, с кем посмеяться, с кем поспорить. И, конечно, меня сейчас окружают мужчины дома. Поспорить нам есть о чем. Ну, все равно женские разговоры, женские... Ну, вот интересы, огороды там. Ой, ну, много чего, все, все. Мамы нет. Ну, вот такие дела. Теперь я на... Ну, на кладбище мы ездили недавно. Я убирала там бурьян такой, рот. Еще все мы изначально хотела. Я сам прям сразу первый год что-то там поменять. Ну, потом пока не решаю. Еще морально не готова, что я хочу видеть. И сейчас у нас могилка. Такая песочком присыпанная, ровненькая. Все. Вот. Что я хочу сказать. Мама была активным очень человеком. Я представляю, вот сейчас я понимаю. Ну, я и всегда понимала, как тяжело ей давалось вот это нездоровье, что невозможно двигаться, никуда ходить. Человек прикован был постоянно к дивану, к балкону. Это ужасно. Иногда у меня находят депрессии. Я там пытаюсь день поваляться на кровати и что-то там посмотреть в интернете. Я вообще тогда себя чувствую очень больной. Есть, конечно, люди, которые добровольно себя заточают в квартиру. Ну, вот, маме, конечно, вот этого всего не хватало. Энергия, как бы, глазами бы все делал. Везде пошел бы, поехал. Сколько мы... В общем, про маму можно рассказывать очень долго. Какие только у нас с ней не было путешествий, историй жизненных. Ну, как бы мы такие были друг друга. Ну, не скажу, что единомышленники. Вова, я похожа на маму? Может, нет. Так, ну, в общем, мы заехали на кладбище. Как-то я снимала. Мне сказали, не надо на кладбище снимать. Да и не буду я с умацкой мешать. Едем. О, смотри, вертолет завис над городом. Не над городом, не знаю, от чего он тут завис. Аэродром же тут где-то. Ага, ну да. Висит, а не наводится, теряется резкость. Все, едем с кладбища. Она рыдалась, потом уже в машине ехала. Уже убедила, что мне надо за грибами. Он говорит, ну ладно, для твоего спокойствия вывезу тебя куда-нибудь. Ну, тут же дождь намечается. Уже даже на стеклах капли. Ну, у меня характер меняет, или как я, темперамент мой. Я тут плачу, тут смеюсь. Тут вспоминали с Вовой. Что попало? Вспоминали, вспоминали. Так смеялись. Сейчас расскажу историю. Вчера покупатель у меня был. Оказалось, в Кемеровской области отдыхал у нас здесь в Сибиряке. И оказалось, ну, и начал что-то про день шахтера у них там в городе. Потом дошли до того, что он работает здесь у нас где-то в Антраците, на разрезе, на шагающем эскаваторе, который грузит вот это в карьерах уголь. Но меня-то удивить этим было сложно, потому что я же уже видела эти эскаваторы. Я говорю, да у меня муж велазист. А он в каком велази? Я говорю, 130-тонник. Ну, короче. Там говорили-говорили мы о том, о сём. Ну, и, короче, он находит в телефоне фотографию, показать этот шагающий эскаватор. Говорю, мужчина, да я это всё видела. Мне муж чуть не каждый день показывает белаз колёса каких-то огромных размеров. Ну, и рассказываю вам эту историю. Он злится сейчас. Поедем сейчас в Сибиряк загребать. Ну, может быть. Точно пошёл. Короче, рассказываю эту историю. Он говорит, мужчины хотят удивить женщин размером машины там и всё остальное. Ну, мы как-то... В общем, вы поняли интерпретацию, как начала ржать. И размером стрелы. Я говорю, мужчина, да выйдите, там на улице стоит подъёмный кран. Там у неё тоже большая стрела. Нет, ну, мы по-хорошему. Он тут, как бы, о своей работе, конечно, он гордится. Он, вы представляете, с высоты. Это всё, вот эти белазы. Ну, то есть, это хотел принизить. Как бы, наверное, мужа моего, в плане того, что у него профессия ещё больше. Ого! Такая. А потом ещё смеялись слова. Я ему говорю, новости, какие по телевизору показывают или где-то, что хотят иностранцы поставить верхнюю планку на цену на нефть, газ. Говорю, а сейчас такая прошла, как бы, в интернете тенденция говорить. Так надо и на автомобили германские тоже поставить верхнюю планку. Мы как начали ржать. 20 долларов. И всё. А почему бы и нет? Правильно. Что, ты будешь разворачиваться, да? Не будешь? Сейчас переключу. Едем всё в одну и ту же сторону. Ну, в сторону из Китима вспомнила. У меня же ещё и есть летнее одно видео с отпуска с рыбалки. Что я вам, наверное, попозже выложу ещё видео рыбалки. Вот капли дождя на стекле. Муж мне привёз куда-то, говорит, смотри, медведи тут. Говорю, что ты мне в елбаши привёз. Где-то тут прочитал, что в елбашах медведи. Осторожно, грибники, медведи. Поэтому. Не знаю, будут ли грибы или нет. Потому что сухо. Это в прошлом году мы где-то здесь были. Найду, покажу. Пока ничего. Тут какие-то взрывные работы идут. Взрыв слышно только с ними. Сухо. Не так, как в прошлом году, что нашёл. Или грибы на грибах. Какие вот эти. Как они ходят. Ещё только начали листья жёлтеть. Такая берёза огромная. Сколько? Или 200 уже. Или 100. Там, на дерево, машина стоит. Я не одна такая. Ну что, мне кажется, нашла пятая. Хотя я вот перевернула их и уже сомневаюсь. Но верхушка, ну, очень похоже. Вот на пят. Правда? Обратно не хочется идти. Не хочется врыз. На карьерах врызные работы. Сухо, да. Лицо. Может, дождь пройдёт сегодня назад. Потом, а сегодня только далеко ехали. Не знаю, по-моему, ну что же. Думаю, не будет угаски. Пойду выходить. Может, какой-нибудь зимний где бывает. Вот где пристосовались, грибы расти. Огромная берёза. Кто-то ковырялся. Муж у меня уже вызванивает. А вот медведь не съел. Посмотрите. Нет, это не опята. Видишь, он раздувается. Нету грибов. В прошлом году тоже, мне кажется, в этом же лесу были. А поле так делал присаживался и смотрел. И издалека было видно, есть грибы или нет. Ни издалека, ни изблизи грибов нет. Будем ждать дождей, похолодания. Вот в отпуск пойду. Ну, и всё. Мне кажется, мне это надо. У меня ещё воду купают тут. Папородник, он вечно же зелёный должен возродить. А он уже не зелёный, я что-то путаю. Вот едем из леса. Ничего не набрали, нет там грибов. И я волну спрашиваю, что же едят медведи? Ну, уже с голоду можно в этом лесу умереть. Такой огромный медведь, что он ест? Вершки, корешки? Кто знает, что едят медведи? Мне хочется в угол лазить. Вообще-то живи до старости лет. Рыбу ловят. Ну, рыбу ловят. Хороша. Что-то я сомневаюсь. Вот что они могут есть. Пишите в комментариях. Это вам немножко дороги, по которой мы ехали за грибами. Такая дорога. Там есть пёла дальше? Во. Как называется? Ялбаши? И автобусы ходят тут рейсовые. А вот кучи соломы или сена лежат на поле. Боже, это вам дело. А-а-а. Боже, это мой. Боже, это мой. Боже. Боже, это мой.